Астерия – это небольшая деревня, расположенная в 10 километрах к востоку от города Ретимна. Ближайшая автобусная остановка находится примерно в двух километрах от деревни, на трассе Ираклия-Ретимна. Название деревни переводится как «звезда». Считается, что это название происходит от несохранившегося фонтана, который когда-то располагался в центре деревни и был украшен мраморной головой льва, оформленной в виде звезды. Когда появилась деревня неизвестно, но если судить по архитектуре, то во время венецианского правления, то есть в 13-16 веках, она уже существовала. Во время восстания 1866 года Астерия была разграблена турками, которые полностью разрушили дома христиан. Повторное нападение произошло и в 1889 году. В деревне установлен памятник жертвам немецкой оккупации. Немцы пришли 31 мая 1941 года и после тщательного обыска домов в соседней деревне арестовали двух человек, имевших боеприпасы. 1 июня они окружили Астери и схватили всех мужчин, которых нашли. Это был один из первых массовых расстрелов на Крите. Женщины и дети покинули деревню. Через два дня немцы вернулись, расстреляли оставшуюся в деревне пожилую пару и подожгли все дома. После войны многие жители вернулись в Астери. Несколько поврежденных домов восстановлено, но в основном дома отстраивались заново. Самый известный восстановленный дом – это усадьба Полиудакиса, Спити-Туполю, который совмещает в себе фольклорный музей, родовое гнездо и традиционную таверну. Когда был построен этот дом, неизвестно, но некоторые фрагменты его стен свидетельствуют о том, что при строительстве были использованы детали сооружения Минойской эпохи. Планировка дома показывает, что он принадлежал зажиточной семье. Эммануил Полиудакис купил его в 19 веке у турецкого владельца и передал в 1915 году своему старшему сыну Георгиасу, который жил там со своей семьей. В 1941 году Георгиас был расстрелян немцами, а дом был сожжен. После войны вдова и дети начали восстановление дома, и в 1951 году он официально был передан во владение старшему сыну Эммануилу. В 1990 году дом переходит к его сыну, Георгиасу Полиудакису, нынешнему хозяину. Георгиас Полиудакис, знаток традиций своего края, желая сохранить историю своей семьи и своей деревни, уже с юных лет начал собирать предметы традиционного быта и местной народной культуры. Со временем коллекция разрослась и он принял решение создать фольклорный музей. С помощью семьи и нескольких хороших друзей работа по созданию музея была завершена в 2009 году, а усадьба приняла свой нынешний вид. В комнатах традиционного критского дома собраны вещи ушедшей эпохи, в основном начала и середины 20 века. Оформлена столовая, кухня с кухонной утварью, уголок с традиционными станками, спальня с резной кроватью и детскими игрушками. Все экспонаты происходят в основном из домов и особняков деревни и ближайших окрестностей. Практически все вещи находятся в прекрасном состоянии. Можно увидеть старую мебель, зеркала, радиоприемники, декоративную и бытовую утварь, фотографии, банкноты, монеты, медали и многое другое. На заднем дворе, где раньше был небольшой виноградник, теперь работает таверна. На стенах окружающих таверну размещены инструменты традиционных профессий, таких как плотник, земледелец, скорняк и все то, что не вошло в основную коллекцию. В таверне часто проводятся вечера с традиционными критскими танцами и музыкой, свадьбой и другие праздники. Также здесь устраиваются мастер-классы для всех желающих по приготовлению традиционных критских блюд. Неудивительно, что каждый год сюда приезжают тысячи людей и туристы и критяне.